Они Книга Герберта Уэллса написана век с четвертью назад, а за окном даже ничего не поменялось, кроме декораций. Народ по-прежнему и шачет на дядю в большинстве своем, занимаясь ненавистным ему делом, лишь бы выжить, лишь бы вырвать копейку и протянуть до конца месяца. Сколько раз я уже слышал кредо, которое у многих даже закрепилось как основное в жизни. День прожил и слава богу. Но впрочем этот выбор сделали все много лет назад и все систематизировалось и вросло в нашу систему как что-то неизбежное, не имеющее альтернативы и выхода. Народ вертят в колесе из воплощения в воплощение. Народ не знает прав, конов, законов. Он едиспособен и все ждет поводыря, государя, царя, генсека, президента, которые придут и возьмут за него ответственность, за его жизнь, решение, здоровье. Но когда государь, подликующий крики, приходит, бросает сладкую морковку, приручает, а после затягивает гайки и начинает действовать в своих интересах или в интересах кого-то свыше, народный годывание ждет мессию, который освободит их от грозного хозяина и наставит на другой, более светлый путь без страданий и деспотизма. Но парадокс, когда такой мессия является, ему сначала понимающие заглядывают в рот, потом боготворят, потом наступает что-то, что заставляет в нем усомниться, после что-то убеждает их, что это вовсе не мессия, а враг, и все заканчивается тем, что спасителя просто уничтожают. Это классическая схема библейского колеса. Вся эта прелюдия была озвучена к теме, посвященной одной из самых неординарных и уникальных фигур нашего времени, своего рода мессии финансовой сферы нашей жизни, Сергею Пантелеевичу Мавроди. Как правило, у подавляющего, недумающего большинства это имя вызывает прилив ностальгической ненависти и презрения. Всплывают кадры прошлого, когда масштабный мошенник, аферист разул всю страну в тот момент, когда все и так находились на краю пропасти практически босиком. Как же разворачивались тогда события на самом деле, сейчас уже всем неинтересно. Клише поставлю, ярлык повешен, вопрос решен. Ничего не хотим знать, слышать, обдумывать. Нас обманули и нам указали на виновника. Этого достаточно. Классика оболванивания. СМИ сработало, как всегда, отменно. Наверное, до сегодняшнего момента, когда средства альтернативной, более качественной информации с более доказательной и вменяемой базой явились для думающего населения более убедительными, чем словоблудство любого отменного долбозвона из зомбоящика. Кем же все-таки был этот человек, математик, семьянин, с проницательным умом, добрым сердцем, который вдруг, почему-то решил в одиночку ограбить огромную страну? Хотелось бы в очередной раз сосредоточить ваше внимание на недюжинной человеческой смелости личности, принявшей решение в одиночку бросить вызов системе. Изучив всю несостоятельность финансовой мировой ростовсической системы и дырявость законодательства после перестроечной России, Сергей Пантелеевич тогда увидел выход для всех. Выход, при котором его действия не будут расцениваться как мошенническими или противозаконными. Но поскольку коррумпированное государство не живет по своим же законам, получаем то, что получаем. Мне говорили совершенно крайне следовательно. Сергей Пантелеевич, ну как вас было не арестовывать, если бы еще месяца-два и не было бы в стране ни президента, ничего, был бы один Сергей Пантелеевич Мавродич. Эта ситуация неприемлемая, потому что возникал вопрос, либо я, либо государство. Каков же был план? Ну дальше, что надо было смотреть? Первый этап – раздать. А уже дальше потом будут вступили естественные законы рынка, возможно. Но, возможно, приходилось бы и вмешиваться, но это уже вторая стадия. Первая стадия – раздать людям то, что им принадлежит. А не надо вообще лукавить и говорить, что им не надо это раздавать, то, что принадлежит им по таким-то и таким-то соображениям, иначе будет еще хуже. А надо отдать всяким Абрамовичам, они лучше управятся. На мой взгляд, происходил грабеж страны. То есть эта приватизация, это была просто… И чем она кончится, мне было ясно с самого начала, что это просто произойдет. И ничем другим она кончиться не могла в нашей стране, кроме как разворовыванием массовым. То есть я решил вмешаться в происходящее, поэтому создал для начала чек в инвестиционный фонд. Фермер Мавроди – человек. Человек. Что такое человек? Человек – это с большой буквы «человек». Это Мавроди. Почему? А я вам объясню. Потому что прежде, чем вступить в бой с массой, которая окружала его, говорит о том, что победить он мог только тогда, когда его поймет народ. К сожалению, народ его не понял. Почему? А потому что мы хотим, чтобы было больше денег. Ну и его надо понять. Деньги, 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 деньги. Да, встречаются и светлые среди серой массы, но это лишь лучики света, которые моментально скрываются за тучей невежества. Абсолютно тупое и неразумное быдло даже не задается вопросом, почему человек, который якобы их обворовал, приходит в студию, да еще и не раз и готов выслушивать всю эту грязь. Совершенно спокойно. Ограбил, ограбил, обворовал всю страну. Это просто... Когда мне сказали, что я была убеждена, что он не придет, да какой же цинизм, что он пришел, что он сидит, что он снова начинает эту пирамиду. А может, уважаемый, виновата ваша жадность и алчность, которая, кстати, являлась причиной развала МММ 2012-го? Нынешний мир плох. Он должен быть разрушен, и на его обломках построено новое. Вы наш, вы новый мир построены. Мы обломка самовластия. Новая всегда строится на обломках старого. Вот при всем том, что я никого не люблю, я, тем не менее, единственная в этой стране на данный момент, то, что это делает для людей. Кстати, к многострадальному вопросу о кинутых вкладчиках, по-моему, только ленивый овощ до сих пор не в курсе, чья это работа. Предприятие было абсолютно законным. Потом влезло государство, и все развалило. Вот вообще на самом деле все было так. Никаких там, говорят, пирамид рухнуло. Это все бред вообще. То есть была прекрасно функционирующая структура. Потом влезло государство, и все развалило, спровоцировало панику. То есть каждый день на протяжении двух, что ли, недель выступали по телевизору и говорили, это афера, забирайте деньги. Причем говорили все, вплоть до президента. Вот пусть завтра президент выйдет и скажет, что вот это вот теперь банк аферы, что от него послезавтра останется. Я снимался в передаче «Чек и закон», которая была посвящена ММЭ полностью. Так вот журналистка Марина провела расследование, что когда приехал ОМОН, офис опечатали, 17 КАМАЗов денег вывезли, да? И ни один КАМАЗ не доехал до банка. Где эти КАМАЗы? Чиновники поделили и растащили сейчас. И потом помещение забрали, недвижимость. Мы вас поняли. Вопрос понят. Правда ли, что после вашего ареста из офисов ОМММ увезли 17 КАМАЗов наличности? Конечно, правда. Это все, я нафиг на материаловое дело фигурировал, на суде опять... 17 КАМАЗов денег. Это все подтверждается свидетелями. Свидетелями. Это показывали тогда по всем каналам, кстати. А на суде, когда это все вскрыло, прокурор спокойно заявил. Откуда вы знаете, что это были... Деньги? Спецслужбы. Вы что, проверили у них документы? Ну и что, что они были в камуфляже? Вы у них документы проверяли? Это неизвестные люди выявили. Насчет того, что это обман на всю страну, этот момент всплыл на суде. И выступили свидетели, которые подтвердили под присягой, что они видели эти вывозы КАМАЗов. На что прокурор заявил, это тоже все есть в документах суда. А с чего вы взяли, что это спецназ? Вы у них проверяли удостоверение, ну и что, что они были в форме? И на этом вопрос был закрыт. Вот так? Хорошо. Это недоказанный факт. Потому что суд отказался это рассматривать. Неужели не проглядывается у нынешнего народа, зная всю нашу верхушку, куда были вывезены кровные вкладчиков? Нет, они по-прежнему считают, что все эти миллиарды где-то в офшоре, на островах Мавроди. Почему вы бедны, я не понимаю? Потому что они воруют систему. Если бы вы воровала систему, и было бы богато, всем было бы понятно. Вы придумали... Сейчас с ним никакая опасность не связана. Связана опасность со всеми другими людьми. Постоянно в печати, в интернете появляются призывы. Отдавайте деньги не банкам, которые маленький процент предлагают, а там каким-нибудь кредитным кооперативам, которые предлагают 80 с лишним процентов в год. Вот где опасность. Закон, они разрешены? А кооперативы, к сожалению, да, разрешены. Что значит, к сожалению? И граждане думают, что раз... Совершенно правильно человек говорит. Я принимаю ваш упрек. Тогда извините, идите, отстрелитесь тогда всех депутатов. Сейчас, 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 минуточку. Ну как? Совершенно правильно. Обвиняя его, значит, вы обвиняете себя. Минуточку. Совершенно верно. Ну так нормально. А дадите мне... Вы бессильны. Дырявая прогнившая система за 25 лет так и не навела порядок в финансовой сфере. Вот вы задаете вопросы, которые свидетельствуют о том, что вы вообще ничего не читали. Зачем вы тогда сюда пришли? Вы не знаете вообще, о чем там речь идет. Вы говорите такие глупости, которые свидетельствуют о том, что вы вообще не понимаете, о чем говорите. Я абсолютно не согласен с выступающими. Из сегодняшней дискуссии я понял только одно, что все, что можно Сбербанку, нельзя Мавроди. Значит, я... Вы его поддерживаете сейчас? Мавроди я поддерживаю. Потому что вот все ведущие экономисты говорят, что... Ну, как они предлагают, там 10, 15, 20 – это максимум процентов. Я играл в МММ, я зарабатывал, я даже не могу назвать эту цифру, 100, 200, 300, 400, 500 процентов. После этого Мавроди называют мошенником. Знаете, я так думаю, что это не мошенник, это просто гений. Сергей Пантелеич не переставал видеть в людях хорошее, даже когда они совершали глупости. Он понимал, что все это от необразованности и финансовой безграмотности, которые обладают до сих пор сумасшедший процент людей. Сказка про белого бычка. Когда у нас... Какой начальный период? С какой стати люди-то перестанут нести деньги, если всем все платится? Объясните мне. С какой стати они перестанут нести деньги? Количество лохов конечно. Почему лохов? Количество жадных людей бесконечно. Он на жадности все делает, вы понимаете? Не на лоховости, а на жадности, там другие. Он другие цепляет мотивы, базовые. Я сейчас говорю, секс и жадность, он берет жадностью, а все жадные. И я одно согласен, все проверено давно. Один раз получив, человек сюда принесел второй раз. И это все, и он попал уже туда, он не может остановиться. И на этом он все рассчитывает. Потому что там жадность ключевая стоит. А люди, они жадны по априори. Либо можно манипулировать человека сексом, либо жадностью. Чем еще я не знаю. Потому что деньги жадостят одно тоже. Да деньги, это просто бумажка. Чего к ним так трепетно относитесь? Если бы я уехал 2 миллиарда долларов наличных, затрясло. Вам же нравится. К слову, 8 минут назад этот чудак говорил о жадных лохах, вкладывающихся в пирамиду, а не в его теньков. И чем же ваш тенек не пирамида или любой другой банк? Насчет пирамиды. Во-первых, никто не знает, что такое пирамида. Вот это слово, это все им спекулируют. Нет такого понятия. Например, в УК нет такого понятия. Почему его нет? Нет такого понятия в уголовном кодексе. Пирамиды. Почему? Потому что его невозможно определить. Что это такое? Это вот, когда последующие выплачивают за счет предыдущих, но под это определение автоматически подпадает любая финансовая структура. Она имеет признаки пирамиды. Я так и не понимаю, с какой стати вы все время придерживаетесь позиции, что это рухнет, пострадают люди. И вот я ни одного не слышал еще пока аргумента внятного. Почему это должно рухнуть? Я еще раз говорю. Вот по мере... Рухнуть, потому что есть пределы строительства пирамиды. Потому что скоро это вовлечет. Если мир вовлечет, это долго будет. Нет, если вовлечет. В мире постоянное количество денег. Если он вовлечет, если пирамида вовлечет мир весь, то, во-первых, вообще она просто замкнется, и деньги из нее выходить вообще не будут. Потому что если вы взяли из пирамиды деньги и вложили, купили там себе дворец за миллиард долларов, то продавец дворца он тоже в пирамиде, он сразу же их вернет. Во-первых, все это правильно, что вы говорите, что да, человек должен работать. Но он должен работать в справедливом обществе. Общество глубоко несправедливо. На кого он должен работать? На олигархах? Вот на кого сейчас люди работают? Почему ситуация, что одни имеют миллиард, а другие ничего? Ну что вы вообще? И вы это скажите, что люди должны работать вообще вот этим? Абрамоновичем? Они, наверное, очень много работали, трудились там. И скажите, ты людям, которые всю жизнь проработали, получили пенсию в 100 долларов, их выкинули на помойку. Вот реалии. Понимаете, вам может это нравится или не нравится, но это реалии. Во-вторых, этот термин, этот тезис, что кто будет работать, просто общество будет другое. Вот сейчас, если у всех будет достаточно денег, сейчас люди работают за деньги. Это совершенно аморально. Это, по сути дела, экономическое рабство. Вы извините, конечно, но вот то, что вы говорите, это полный бред. Силы кобыл. Я сегодня слушал все ваши вот эти обращения. Послушайте, вы не понимаете одного. За этим всем стоят дела. Это не следует оценивать как бред. Это надо оценивать так, почему это не бред. Все эти чудаки в студиях просто отменно дискредитируют свою профпригодность и компетентность в вопросе финансов. Я говорю, по-моему, совершенно очевидная вещь. Мне даже странно, что это спрашивают. По-моему, это очевидно всем вообще. А вот у вас сейчас, вы объявили не так давно про МММ-2011. Я так понимаю... Все так удивляются, как будто какие-то тут истины открывают. Это вообще настолько очевидно все, что у нас произошло, что даже сомнений никаких нет. У всех разный взгляд и на МММ, да, и на все, что происходило. И после того, как им уже разложили все по полочкам, даже телезрителям уже стало все понятно. Они делают увод в сторону от темы и спрашивают что-то типа... С время, к сожалению, не подошло к концу. Последний вопрос. Вы сказали, что вы в основном дома сидите, но вы же на улице выходите иногда? Ну, хожу иногда. Ну, я на самом деле, когда и раньше немало выходил, я как-то к этому... Ну, а вам выходить на улицу не бывает страшно? В какой стати? В такой стати, что огромное количество людей из-за вас были лишены всего, а в 53, как мы его сейчас... Ничего мне не бывает страшно и вообще, я считаю, что человек вообще не должен ничего бояться. А стыдно? Ну, зря я эту передачу вел. Вы мне задаете такой вопрос, из которого следует, что вы совершенно... То есть такой вопрос задавали даже пример министру Путину? Нет, мне не стыдно. Кто был особенно внимательным к рекомендациям, тот не прогорел нигде. А если и случилось что-то, то принимал как опыт. Я считаю, что цинично так вот рассматривать вопрос по отношению к Сергею Пантелеевичу. Во-первых, рекламой он никогда никого не обманывал. Он никогда не требовал. Принесите денег больше и положите их надолго. И не снимайте. Всегда учил, как поступить. Вложили, получили. То есть вы потеряли, но вы все равно ему верите. Подождите, дайте мне сказать. Вложили, получили, купил жене сапоги и так далее. Первое. Второе. Была объявлена война. Все СМИ были против него. Без комментариев. Жертва. Дайте мне сказать, Владимир Вольфович, я чуть-чуть постарше вас, по-моему. Нет, вы моложе. Мне скоро 90, а вам еще 64. Значит, его обворовали, во-первых. Жертва. Обворовали. Забрали, все деньги вывезли. Потом посадили в тюрьму. Забрали все акции, чтобы он не мешал, чтобы он там сидел. Не надо его жалеть. Вы посмотрите, как он вальяжно сидит. Но если они и пытались высказаться, то их, как правило, сразу затыкали. Благо было кому. Буквально накануне второй волны МММ в 2011 году на экраны страны выходит художественный фильм «Пирамида». Фильм стоит посмотреть тем, кто хочет окунуться в атмосферу тех времен. Но что касается самих персонажей, вот тут все очень неоднозначно. Мало того, что все они практически выдуманы для движения слишком надуманного сюжета, чтобы захватить повествованием, так еще и главного героя почему-то решили художественно наградить эдакой истеричностью, которая, надо сказать, ну никак не идет в ногу ни с какими великими делами, при этом еще и нагло искажая суть идеологии. Так еще и придали его персонажу какое-то вычурное заикание, которое почти всегда очень бесит. Не знаю, для чего они это сделали. Может, авторы хотели тем самым подчеркнуть какую-то ущербность или неполноценность героя в исполнении Серебрякова. Но что, скажите, может быть ущербнее любого телеведущего или гостя в любой телепередаче, на которой присутствовал Сергей Пантелеич? У десятников и у сотников один и тот же счет, который открыли вы, и туда все деньги пойдут. Или у каждого свой. Старый волк промахнулся! Актерно промахнулся! Актерно промахнулся! Сначала вы хотели веб-мани, потом там что-то не получилось, да? Есть расчетный счет, на который вы, наверное, будете вкладывать. Или опять в чемоданах, опять на лог. Как я купил? Что за активы лежат в бывшем МММ Инвест? Ну вот, правда, что там 5% Газпрома? А это связано с тем, что... Вкусно, не правда ли? Это банальная финансовая пирамида, где безумные проценты вкладчики получают от других вкладчиков. И при этом еще умудряются опаздывать на заседании правительства. Продолжайте. Меня неоднократно приглашали в Кремль, но я не являлся. У меня, кстати, проблема началась. Приглашали в Кремль? Ну, приглашали на разговоры там, в частном порядке. Почему вы не ходили? Знаете, зачем мне нужны были? Напрямую ко мне не обращались, но мне обращались через третьих лиц. Что вот надо встретиться там с этими с вами, хотят с вами встретиться, поговорить. Я ни на какие контакты не шел принципиально. Ну тогда так. Давай, смотри. Я кидаю своих америкосов, и мы начинаем править. Вдвоем, вместе. Ты и я. Ну и нахрен ты мне нужен? Мы видели, что это Березовский. Ну если у меня Гавазбанк, этот чувак, там, типа, Березовский, с кем вы там терли. Вы действительно с Борисом Абрамовичем там имели конфликт? Книги о книге вообще. У меня враг был государственный. А он пытался разрулить, типа, по офиге на фильме Березовский, пытался разрулить с вами и с государством. Ну я вам дам книгу почитать. Почитайте книгу. Ну, попытайте. Самый книг уже интересный, почитайте. Потому что все-таки там передан дух. Там от книги остался вот дух происходящий. Вот он как раз все и спасает. А кто книгу написал? Сергей Пантелеич ушел в нищете. Его тело четверо суток лежало в морге, и никто за ним не приходил. Но сам ли он ушел из жизни? Этот вопрос, который надолго повис в воздухе. Радует то, что его дело все еще не окончено, и все больше людей интересуются его личностью и идеологией. Многие создают движение МММ и изучают финансовую грамотность. Несмотря на известное кредо лидера... На самом деле все по-настоящему крупные дела делаются только в одиночку. Все больше сообществ стараются объединиться на почве идеологии. Изменим мир вместе, изменим жизнь к лучшему и так далее. Возможно, время и шанс ушли вместе с Мессией, приходящим один раз в столетие. Но, как сказал сам Сергей Пантелеич в одном из последних интервью, «Мы можем многое», расшифровывая аббревиатуру МММ. Все-таки мы все-таки вместе. А последователи на самом деле есть. Хочется отметить масштаб личности Сергея Пантелеевича Мавроди. Он был не просто человеком. Это была глыба и мощный генератор идей. Но кроме таланта видеть на 100 шагов вперед, объективно оценивая ситуацию, происходящую в мире, и прежде всего в экономической системе, он обладал уникальной способностью реализовывать свои замыслы, имея необходимые для этого качества смелость, организаторские способности, умение увлечь за собой людей. Так как его постоянно преследовали, его лишали даже возможности получать медицинское обслуживание, в котором он очень нуждался. Приходилось устраивать просто детективные операции, спасая его жизнь. Тем не менее Сергей Пантелеевич оставил после себя большое наследие. Надо поглубже разобраться в его философии, в идеях, в представлениях о мировой финансовой системе. Может быть в процессе откроются мысли, как можно менять ее в интересах людей. Часто в истории гений уходят непонятными и гонимыми современниками. Подобно тому, как, например, Пушкин при царской семье был попираемым ногами и сгоем, так и Сергей Мавроди ушел непонятый и оплеванный. Но однажды, когда сознание большей части общества достигнет способности выйти за рамки общепринятых установок и более высокой степени осознанности, быть может, тогда люди посмотрят иначе и воздадут должное феномену и трудам человека, который не побоялся бросить вызов и стал пионером преобразования мировой финансовой системы. Сергею Пантелеевичу Мавроди. Это личность, которая двояко расценена или по-разному расценивается разными людьми. Для кого-то он мошенник, для кого-то он невероятно гениальный революционер, который запустил простую народную систему, сидя дома, за которую ему пришлось много, простым словом, пострадать, сказать, наверное, можно. Но он никогда не сдавал свои позиции. Одно из его любимых выражений, которое лично зацепило меня, это выражение «у трусости много имен». То есть о чем он говорил? Он говорил о том, что каждый из нас в разных ситуациях может находить оправдание и делать того, что делать нужно. Сегодня, как никогда, время, когда вот эти все пандемии, когда происходят различные коллапсы, когда мы понимаем, что Матушка-Земля уже не терпит и сбросит с себя всех этих безумных игроков и безумных детишек, которые живут, не думая о будущем, не думая друг о друге, которые потеряли взаимное доверие, взаимное понимание, взаимное действие. Потому что когда-то на Земле был единый мир. И стремление людей здравых, оно должно быть именно к этому. Потому что мы все дети, да, знаете, выражение такое есть. Не взрослеете, это ловушка. То есть нужно оставаться детьми. Вы наверняка наблюдали, как в песочнице играют самые разные детки, и они очень хорошо взаимодействуют. Вы не увидите картину, когда они делят эту песочницу, дубася друг друга палками там или каким-то образом насильно, выгоняя кого-то оттуда. Но примерно такая история случилась здесь, в нашей большой песочнице. И люди, захватившие эту общую землю нашу, родную, они заигрались на самом деле. Все почему? Все потому, что простой народ просто спит и не понимает, что эти правила на самом деле просто приняты по умолчанию нами. Мы, простые люди, можем очень многое. Не зря МММ расшифровывается, мы можем многое. Эти слова уже повторял даже наш президент на последней инаугурации, призывая народ тоже к действию. Можете прослушать и услышите эти слова. Когда стартовала МММ именно 2011 года, я повторно, осознанно вступил в это движение и понял, что с тех времен ничего в идеологии не поменялось. Вся эта идеология нацелена была и тогда, и в 2011 году именно на то, чтобы людей сделать счастливыми. Все. Вот такая простая идеология. Ушел Сергей Мавроди, человечище. Он показал народам здравый путь. Энергия любви – взаимопомощь человечеству. Она одна наставит нас на здравый путь. Ушел, как жил Сергей, спокойно, беспомпезно. Все, как всегда, вокруг него. Уже гудят, гремят, стервозно лают СМИ. А он хотел одно – быть Родине полезным. И не давал врагам втоптать народ в дерьмо. Скорбим? Конечно, мы все живые люди. И боль утраты не дает покоя нам. Но знаем мы – жить наше дело будет. Ведь дух Сережи нам для победы дан. Друзья, что я хотел бы вам пожелать всем? Чтобы вы просто не собирали слухи, а сами изучили движение МММ. Потому что сегодня продолжателями движения МММ тех времен являются такие общественные объединения, как Рой-клуб. Рой-клуб высоко несет, скажем так, громко имя Сергея Пантелеича Мавроди. Немножечко сейчас вы видите, что творится в стране. Немножечко как-то, может быть, изменилось это направление. Оно перешло больше в криптовалюту. Но это и понятно, почему. Потому что криптовалюта – это вообще будущее. Будущее всего человечества. Об этом когда-то и говорил Сергей Пантелеич, но, к большому сожалению, не дали ему осуществить те планы грандиозные, которые он написал в своих книгах. Читайте, изучайте, смотрите, друзья мои. И вы будете… прикоснетесь к первоисточнику. Если вы хотите ближе познакомиться с теми людьми, которые сегодня продолжают дело Сергея Пантелеича, пожалуйста, приходите в Рой-клуб. Я надеюсь, что под этим видео вы найдете все данные реквизиты этой прекрасной организации, которая насчитывает на сегодняшний день уже сотни тысяч людей, по всему миру. Ветерок прошелестел, ангел светлый прилетел, за плечом моим стоит и молчит. Ну скажи хоть что-нибудь, посоветуй отдохну, да удачи нагадай, пожелай. Как усталый ангел мой от дороги от земной, от трудов и от забот, от невзгод. Грешен я, впрочем, что ж, ничего уж не вернешь. Возвращайся лучше в рай и прощай. Ветерок прошелестел, ангел темный прилетел, за другим плечом стоит и молчит. Субтитры создавал DimaTorzok, и прощай.